Фредерик Паульсон – человек почетный, как ни посмотри. Почетный консул России в Лозане, почетный профессор сразу четырех университетов и почетный член Российской ассоциации полярников. Государственные ордена Паульсону вручали президенты Франции, Германии и России. Путин наградил Шведа орденом дружбы. Паульсон – основатель международного концерна, производителя элитного алкоголя Маруся Бевереджес. Также Швед возглавляет фармацевтическую корпорацию «Феринг». В России эта компания производит препараты для лечения бесплодия. Я знаю, что многие иностранные компании считают Россию сложной для ведения бизнеса. Но это не про нас. Мы получаем большую поддержку от федеральных властей и от Министерства экономики. Паульсон не поддерживает санкции, введенные против России, и говорит об этом публично. Конечно, сегодня нужно еще и обращать внимание на политическую ситуацию, когда отдельные страны пытаются помешать ведению бизнеса с Россией. И лишь в отдельных секторах инвестиции можно совершать без ограничений. Я думаю, что это очень печальный факт, что помимо экономических, есть еще и политические санкции. Крымские виноградники привлекали Паульсона еще до оккупации полуострова. В 2013-м бизнесмен подписал мемориандум о сотрудничестве с заместителем председателя Совета министров Крыма Валерием Польчуком. В мае 2014-го, когда Крым аннексировала Россия, Паульсон провел переговоры уже с Сергеем Аксеновым. Вот что об этой встрече написали российские информагентства. Фредерик Паульсон пообещал в скором времени инвестировать в экономику полуострова несколько десятков миллионов долларов. Подчеркну, что дальнейшее увеличение капиталовложений до 40 миллионов долларов через 10 лет будет зависеть от реальных условий. При этом бизнесмен отметил, что сфера его интересов является медицина, особенно лечение бесплодия у женщин, а также виноделия. С тех пор об инвестициях Паульсона в Крым на страницах СМИ не было ни слова, но вот этот бизнес-проект может доказать, что эти вложения есть. В марте компания «Северный свет-2018» предложила заложить виноградники в Сакском районе. Место подходящее, говорит директор Укервинпрома. Это степная зона Крыма. Это очень трудоемкий процесс. Конечно, если эти мощные инвестиции, это планируется под индустриальное, а не под туристическое направление, это большой объем ручной работы, это большая вовлеченность людей. Поэтому сегодня, если кто-то заходит, те люди, которые хотят вкладывать средства и усилия, они не хотят просто вкладывать это в воздух и делать какие-то пустые шаги. По документам, качественный виноград планируют выращивать за пределами крымского сельского поселения Сакского района. Закладки новой лозы сделают на вот этих полях вблизи села Крымское, говорят местные жители. Виноград выращивали на полях Сакского района и раньше, говорят местные, его выкорчевали во время антиалкогольной кампании Горбачева в конце 80-х. Как новый бизнес-проект повлияет на жизнь района, мы спросили жителей близлежащих сел. Будет работа людям, молодежи особенно. Ну, очень хорошо. Виноград это всегда вкусно и хорошо. Така себе дело, лейтенант, все. Знаете, как у них поставится у всех этих? Ничего личного, только бизнес. Начинают рабочие места, даст. И вообще, переработка винограда будет произведена. Опять же рабочие места. Это же произвели, продали, деньги получили. Это ясно, дело экономикам. Из российских реестров известно, что «Северный свет-2018», который планирует развивать виноделие в Сакском районе, основали две российские компании с офисами в Москве «Северный свет» и «Русская жемчужина». В свою очередь, «Русскую жемчужину» учредила компания «Нордика», а уже эту фирму – акционерное общество «Таламус» из Швеции. Материнская компания «Светского таламуса» – это холдинг «Састре» из Цюриха. В швейцарском реестре четко указано председатель совета директоров «Састре» Фредерик Паулсон. Бизнес в Крыму через такие фирмы-прокладки или фирмы-филиалы – обычное дело, объясняет Кристина Закурдаева, автор проекта «Крымский архив», в котором разоблачают нарушителей санкций на полуострове. «Открывается какое-нибудь ООО, на которое регистрируется фирма, и вся хозяйственная деятельность ведется через эти ООО. В свою очередь, эти компании могут принадлежать напрямую другим компаниям, которые зарегистрированы уже непосредственно в России. Это делается специально для того, чтобы на первый взгляд избежать возможного введения санкций». Евросоюз запрещает своим гражданам инвестировать в аннексированный Крым, но только в отдельные сектора экономики и отдельные инфраструктурные проекты, например, в технологии двойного назначения, телекоммуникации и туристический бизнес. Повлияет ли новый бизнес-проект в Сакском районе на туристическую отрасль Крыма? Решать чиновникам ЕС. Европейское законодательство написано очень абстрактно. Опять же, мы разговаривали с юристами по санкционному праву, и они говорят, что да, действительно, это основная проблема. И это сделано, опять же, в таких политических целях, потому что, разбирая каждый конкретный случай, не всегда можно сказать, действительно ли этот случай подходит под нарушение санкций, действительно ли эта контора нарушает санкции или нет. Планирует ли Паульсен заниматься виноделием в аннексированном Крыму и инвестировать в полуостров? Три недели назад в письма с этим вопросом мы направили компанию Ампаулса Ферринг и Маруся Бевериджес. Ответов нет. Также Крымреалии готовы в любое время предоставить слово самому господину Паулсену. Дмитрий Евчин, Никита Исайко, Крымреалии. Дмитрий Евчин, Никита Исайко, Крымреалии. Дмитрий Евчин, Никита Исайко, Крымреалии.